Гавайский трипс Гавайский трипс – широкий полифак, повреждает более 141 вида растений хозяев. Среди них табак, роза, яблоня, груша, капуста, гладиолус, кофе, цитрусовые, чай, банан, олеандр и другие культуры. Первоначальным ареалом гавайского трипса считают субтропическую и тропическую зону Азиатско-Тихоокеанского региона. Гавайским он называется, потому что он был описан антомологом Морганом, американским антомологом с Гавайских островов. На самом деле, как потом выяснилось, этот вид юго-восточного происхождения, юго-восточной Азии, и на Гавайские острова он попал уже как инвизионный вид, был занесен на Гавайские острова. Так что название это не вполне правильное, но оно уже прижилось и поэтому употребляется. В настоящее время гавайский трипс широко распространялся в разные регионы мира. Страны Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, отмечен в Австралии, в некоторых странах Европы встречается в закрытом грунте. Гавайский трипс вредит тропическим цитрусовым культурам, и это один из значимых вредителей бананов. В то же время он считается важным опылителем, например, мастличной пальмы. То есть у него, значит, такая двоякая, то есть один культурмонурдит, а других культурмонполезен. В частности, на пальме проводили опыты, значит, если проводить обработки химическими препаратами, то урагайность пальмы становится значительно ниже, чем без обработки. То есть когда трипсов убивают, значит, опыление, естественно, не происходит. Наибольшую вредоносность трипс наносит декоративным культурам в закрытом грунте. Скажем, на цитрусовых культурах, как и у других трипсов, у него, значит, повреждения вызваны. На молодых плодах, вокруг плодоножки, обязательно кольцевой некроз, который характерен для трипсов, потому что другие некрозы, скажем, не кольцевого вида, вот, например, мандарин, который был приобретен просто в магазине, значит, мы видим, что некроз сбоку, это, значит, не трипс, потому что это просто, когда мандарин рос, он ударялся, значит, о дерево и получился вот такой некроз. На цветках образуются светлые, значит, и темные пятна такого вида. Вот на лепестках тоже такая вот пестра лепестность, в общем-то, от повреждения трипсами. Вот, а на листьях, значит, естественно, образуются от тоже некрозы в виде светлых пятен на хризантеме. Ну вот, а где вот хризантема, да, значит, скажем, а вот огурец по повреждению трипсами. То есть мы просто видим, что здесь вот такие вот светлые пятна. Понятно, что хризантему с такими листьями вряд ли кто приобретет, вот, или роза, или другую культуру. Поэтому здесь бредоносность на декоративных культурах, она значительно выше, даже чем на овощных, поскольку речь идет не о потере каких-то плодов, а когда уже растения большей площади сразу перестают быть, теряют декоративность и уже становятся непригодными для реализации. Также гавайский трипс может быть переносчиком ряда вирусов растений и патогенных организмов. Гавайский трипс, это, как и все трипсы, он небольшого размера, 1,2 мм. Трипсы обычно темные окраски, крылья у них тоже затемненные, и всегда они полнокрылые, поэтому достаточно хорошо перелетают на небольшие расстояния, ветром переносится на расстояния значительно большие, могут на десятки до сотни километров порывом ветра переноситься. Цикл развития у гавайского трипса такой же, как и у других трипсов. Он откладывает яйца в ткани растений, в общем-то, цветки предпочитает, в отличие от многих других, то есть в листья тоже откладывает. Потом выходит личинка, из яйца на поверхность уже листа начинает питаться сразу, проходит два возраста, после этого обычно покидает растение и происходит в непитающей стадии перенос, про нимфу и нимфу, и вылетает снова уже взрослый трипс. То есть за один сезон может быть до 20 поколений этого трипса. Идентификация гавайского трипса проводится морфологическим методом по самкам трипса. Осики, как мы видим, у него семичленниковые, хотя по литературным данным у этого вида могут быть особи с восьмичленниками, осиками. Мы видим глаза, между ними три глазка. Характерным признаком для видов рода трипса является наличие так называемых глазковых щетинок. Вот мы здесь их видим. Вот одна пара и несколько выше, если посмотреться, вот вторая пара, она по бокам находится. Потом на передней груди мы видим две пары длинных щетинок на заднеугольных, так называемые заднеугольные щетинки, что тоже является характерным признаком групп, в который входит этот трипс. На так называемой задней груди мы видим между крыльями две длинные щетинки, так называемые центральные. Между ними два светлых кружочка. Вот я на них показываю, значит, здесь. Это так называемая колокловидная сенсила, что является характерным признаком для этого вида, потому что далеко не у всех они имеются. Следующим характерным признаком этого вида является наличие, значит, так называемых концевых щетинок на передней жилке переднего крыла. Вот здесь, видите, хорошо видно, что их три. Три щетинки. Потому что, скажем, у табачного трипса, который может встречаться вместе с гавайским, у него четыре щетинки, а здесь только три. Если мы посмотрим на край брюшка, на так называемый, значит, второй тергит, вот мы можем посчитать щетинок, которые находятся на краю. Одна, то есть по основанию, вторая, третья и четвертая. То есть четыре щетинки, у того же табачного их только три. И, наконец, очень важный признак, который позволяет отличить гавайского трипса от большинства видов, которые могут быть с ним спутаны, это когда мы посмотрим с брюшной стороны, значит, то есть так называемый стернит, то, что находится на брюшке, мы видим, что щетинки здесь расположены на каждом сегменте. И по краю, и посредине, так называемые дополнительные льдискальные щетинки, вот они. Видите, значит, два ряда щетинок. У большинства видов этого рода, значит, только один ряд, который находится по заднему краю. Против гавайского трипса, как и других трипсов, применяются пестициды, а также биологические средства в закрытом грунте прежде всего. Это хищные клещи и клопы.